Парк проводится во главе с Игорем Ибрагимовым с Брюсселя в Гаагу. Сегодня они дошли до города Мехелин в Бельгии и проводили там митинг сегодня. Так, у нас сколько уже? 2,5 тысячи зрителей. Я бы хотел затронуть вот какую тему. Ну, Мансур Садулаев в Стокгольме перед посольством Боснии и Гельцеговины объявил сухую голодовку. Сухую. Я хочу акцентрировать ваше внимание на это слово. Она сухая. То есть он не пьет и не ест. Он стоит перед посольством Боснии и Гельцеговины и требует, чтобы они проявили справедливость к Ахмеду Алтамиру, которого приняли решение экстрадировать. Сейчас одну минуту, если кто не знает, то вот он наш брат, это Мансур Садулаев. Сейчас уже третий день прошел его сухой голодовки. И я думаю, все понимают, что три дня не пить элементарно, не есть, ладно. Не пить это очень серьезная опасность для здоровья. На него никак не реагируют боснийские власти, работники этого посольства, никак не реагируют абсолютно. Но печально на самом деле не столько то, что на него никто оттуда не реагирует, на него не реагируем даже мы. Наши соотечественники, которые живут в Швеции, они тоже никак на него не реагируют. Вчера произошел такой очень красивый момент. Вот этот вот парень, вот этот его зовут Ильнур, он татарин, он живет в Швеции. Он услышал об этой акции, о том, что Мансур побил голодовку, находится перед посольством. Он отпросился со своей работы, и он живет где-то в другом конце, видимо, Швеция, не знаю. Он поехал в Стокгольм, приехал к Мансуру, стал с ним рядом, и до сих пор он находится там с ним. Просто услышав об этом, он приехал его поддержать. И больше никто, больше нет никого там. Они стоят там в гордом одиночестве и требуют, чтобы Босния и Гильцеговина как-то проявила справедливость по отношению к Ахмеду. Как будто бы этот Ахмед, он не наш общий соотечественник, не всех нас, а как будто он личный какой-то родственник или друг Мансура. Как будто только ему одному это нужно. Вот так это выглядит сейчас там. И я понимаю этих боснийских работников, посольства, которые никак на это не реагируют. Потому что видят, что это один человек стоит, и они видят, что нет никакой в этом массовости, поэтому никак они на это не реагируют. Я хочу еще раз всем этот момент, но мне уже как-то, я даже не знаю, неудобно уже даже кого-то призывать. Я хочу просто вам это показать. Я хочу донести это до тех наших соотечественников, которые живут в Швеции. Посмотрите на этих людей, задумайтесь об этом. Подумайте о том, почему они это делают, а вы ничего такого не делаете. Задумайтесь над этим. Может быть, как-то все-таки стоит этих людей поддержать? Хотя бы на пару часов, я не знаю, показаться, показать, что это не лично его проблема, а что это какая-то наша общая проблема. И все мы за это как-то переживаем. Может быть, все-таки стоит? Задумайтесь об этом. Я хочу поблагодарить Ильнура. Он проявил очень красивый нрав. Красивый нрав мусульманина. Это достойно. То, что он сделал, это достойно, это красиво. Пусть Аллах воздаст тебе благо, Ильнура, за то, что ты сделал. Кстати говоря, хочу еще упомянуть такой момент по поводу марша, который проводится во главе с Ильбрагимовым с Брюсселя в Гаагу. Сегодня они дошли до города Мехелин в Бельгии и проводили там митинг сегодня. Вот, к сожалению, сегодня у меня тоже не получается вывести их в эфир. Не смог я как-то настроить эту систему. Вот, я надеюсь, что к следующему эфиру я их выведу. Мы позадаем им вопросы, поинтересуемся, как проходит это мероприятие. И я еще раз хочу всем нашим бельгийским соотечественникам, войнахам, которые находятся в Бельгии. И не только войнахам, любым людям, которым это не безразлично. Помните, значит, Мехелин. Они находятся в районе Мехелина. Кто может поддержать это хотя бы на день, на час, на полдня. Это поддержите, поприсутствуйте там, придите, поговорите с этим мином, выразите ему свои слова поддержки. Дайте понять, что это не ему одному нужно, что это всем нам нужно, чтобы хоть какая-то моральная такая поддержка у него была. И чтобы он знал, что он не один, а с ним наш народ. И опять хочу упомянуть один тоже красивый такой случай, пример красивых нравов. Сегодня со мной связался Артем Хачатарянц. Это тот самый армянин, который в ГААГе перед консульством Боснии и Герцеговины делал обращение по поводу нашего соотечественника, которого Босния хочет выдать Ахмеда Алтамирова. И он одним из первых, можно сказать, еще не было даже самих митингов, мы еще не провели, когда он уже находясь, только их анонсировал в iPhone тогда, он тогда пришел к посольству и записал обращение. Записал обращение, выразил слова поддержки. И вот сегодня он со мной связался, Артем Хачатарянц, и спрашивал меня по поводу вот этой акции марша. И спрашивал, когда они будут в Роттердаме. Ну, в общем, когда дойдут до Голландии, он тоже хочет поддержать их, поучаствовать в этом мероприятии. Это очень красивое проявление заботы и сопереживания. Когда человек, который совершенно вот он, он никак не причастен к этому всему, но он услышал, и ему он стал сопереживать, ему хочется как-то поддержать. И это для нас должен быть хороший, красивый пример, чтобы мы хотя бы, как у чеченцев говорят, проявили, как это перевести на русский, я не знаю. В общем, чтобы это нас как-то задело, чтобы наши чувства, и мы тоже как-то проявили эту поддержку. Поддержите, те, кто может, поддержите Саид Эмина и тех, кто с ним рядом. Саламу алейкум, Томсо. Когда спросили у Дудаева эстонские журналисты, какое независимое чечение он видит, демократическое государство, а не шариатское, как понять это? Алейкум асалам. Понимай это, наверное, как это понимается, да? Но ты должен смотреть не на то, что было 20 лет назад, не на эти вещи, а ты должен смотреть на то, что было в конце. То есть, например, человек рождается, вот он родился, и прожил 70 лет. За эти 70 лет у него могут быть разные этапы. Он, может быть, первые 30 лет был конченным каким-то грешником, преступником. Затем оставшиеся 40 лет он мог быть очень праведным человеком, раскаяться во всем содеянном и помогать людям, ну и там прочее, быть таким праведником. Поэтому и смотрят на конец его жизни, смотрят на вот это вот время. И когда он умирает, о нем говорят в соответствии с тем, на чем он умер, кем он был, когда он умирал. Точно так же человек может 50 лет быть праведником, но последние два года скатиться и совершать отвратительные какие-то деяния, и он после смерти его запомнят как преступника. Поэтому смотрите не на то, что было в начале, смотрите на то, что было в конце. Те люди, которые погибли за Ичкерию, о них должен кто-то говорить. Если на родине сидят люди и поливают их грязью, то те, которые за пределами, напоминают, что это были герои. Разумеется, о них же должен кто-то говорить. Когда ложь говорится слишком часто и много, эта ложь начинает приниматься за правду. И очень важно, чтобы были люди, говорящие правду, чтобы ложь не стала правдой. Субтитры создавал DimaTorzok